Цель расширенной видеоконференции – подведение итогов за прошедший год. Достигнуты хорошие результаты в работе по противодействию торговли людьми и в сфере помощи мигрантам, которых с каждым годом в страну прибывает все больше. Только в прошлом году в Беларусь приехали 160 тысяч переселенцев из Украины. Миграционные потоки сегодня, к сожалению, приобретают определенного рода негативные тенденции. Конечно, это связано прежде всего с той ситуацией, которая складывается в пригранище с Республикой Беларусь. Красный Крест всегда рядом, всегда помогает и привлекает ресурсы других международных агентств по поддержке данной категории лиц, которые попадают в социально опасное положение. Поэтому для Бреста это тоже то направление, с которым он работает и благополучно справляется. За успешную работу лучшим представителям организации вручены дипломы и благодарности. Вместе с тем главной фишкой региона по-прежнему остается волонтерство. Работа в этой сфере у Брестского Красного Креста налажена давно. Работа с волонтерами, с вовлечением людей в доброделание для Бреста – это, наверное, их фишка, их конек. И особенно молодежка, как мы говорим, молодежное волонтерство – это то, чем может Брестская организация поделиться и с другими организациями. Многолетняя и успешная работа близких волонтеров отмечена на республиканском уровне. Впервые высшую награду Белорусского Красного Креста «Гуманное сердце» вручили представителю Брещины, сотруднику управления внутренних дел обл. исполкома Сергею Дученко. Он должен, в первую очередь, идти твердо, уверенным, понимать, что это очень важно, когда тебе доверяют, когда тебя ждут. И он должен идти бескорыстно к этому, потому что все-таки волонтер – это человек, который сопереживает эту боль, как свою воспринимает, и отдает эту частичку бескорыстно своего себя. Внимание организации в 2018 году будет сконцентрировано на нескольких направлениях, среди которых создание отряда быстрого реагирования, волонтерских групп для помощи сестрам милосердия и хоспису, а также увеличение международных проектов. Хотелось бы продолжить проект, который сейчас у нас работает «Няня вместо мамы». Проект очень хороший, и мы бы хотели расширить и распространить его немножечко еще на другие лечебные учреждения. В Бресте, может быть, недостаточно международных каких-то контактов. Хотелось бы, чтобы мы в этом плане тоже активно работали, а для этого нужно показать свою работу, что мы умеем, чтобы привлечь международных доноров. Прошлые годы нам показали проблематику, когда люди уходят в лес, когда теряются дети в том числе. И сейчас наша цель, вот эта новая ступенька в нашей деятельности – закрепить отряд быстрого реагирования из профессионалов, которые могут выехать на место происшествия и быстро в течение короткого времени найти человека. Впереди у организации нелегкий год, но здесь знают, что никто не останется наедине со своей бедой, потому что Красный Крест всегда рядом. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.